Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Лидер года. Бобруйский филиал Бабушкиной Крымки обновил автопарк. Буквально несколько минут в кабине, в любые морозы уже тепло. Где прославилось предприятие. Отчаянный каратист. На горожанина заведено уголовное дело за хулиганство, чем помешали ящики с цветами. Бедные родственники в театре драмы и комедии показали премьеру спектакля «Наследники Рабурдена». Материал не философский, не психологически глубокий. Это фарс. Как деньги влияют на отношения. А также стратегическое партнерство, пассивная компания и тарифный бренд. Белавия изменила условия провоза спортивного снаряжения. Какие требования к весу и габаритам. Беларусь предлагает Китаю создавать совместные компании и развивать кооперацию. Об этом президент заявил на встрече с председателем КНР. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Лидеры стран как на переговорах в широком, так и в узком составах общались гораздо дольше запланированного времени. Это явно говорит об обоюдной заинтересованности в решении вопросов, которые стоят на повестке дня, и нацеленности на результат. Я искренне рад снова посетить дружественный Китай. Каждый раз для меня это не только новое открытие вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт учиться у вас. Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующая новых нестандартных подходов, ответственных политических решений. Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. За последние десятилетия наши страны связали большие проекты, настоящие локомотивы экономики. Один из самых успешных – индустриальный парк «Великий камень», где производит высокотехнологичную продукцию. Он стал магнитом для инвестиций со всего мира, что составляет Китай в тройке наших партнеров. По барам на Бобруйчанина заведено уголовное дело за хулиганство. Ночью молодой человек возвращался из столичного увеселительного заведения. На его пути находились ящики с декоративными растениями, на которых хулиган отработал приемы по карате и скрылся. В скором времени дебошира задержали. Видео запечатлели камеры наблюдения. Сумма ущерба свыше 600 рублей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Бобруйский филиал «Бабушкиной крынки» обновил автопарк. Здесь появились 8 современных молоковозов. Техника уже отправилась в первые рейсы. На днях компанию признали лучшим предприятием года и лидером по количеству наград на международной выставке «Продэкспо». О непревзойденном вкусе Татьяна Горбач. На часах 7.45. На Бобруйском филиале «Бабушкиной крынки» вовсю кипит работа. Водители проходят медосмотр, получают путевые листы и отправляются на фермы за сырьем. На днях предприятие на 80% обновило свой автопарк. На смену отработавшим свой век машинам пришли 8 современных молоковозов. Сотрудники уже оценили преимущества комфортабельных мазов. «Очень много электроники, приятной электроники. Как-то вебаста, подогрев. Буквально несколько минут в кабине, в любые морозы уже тепло. Любой сугроб нам уже не страшен, потому что работает электроника, блокировка». Залог успеха любого продукта – качественное сырье и строгое соблюдение технологий производства. На Бабушкиной рынке это правило соблюдается на все 100. В сутки здесь производят от 12 до 14 тонн отменного творога в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж – пакеты по 400 грамм. Плюс сметана, сливки, молоко и коктейли. Ассортимент – порядка трех десятков наименований. «Филиал Бобруйский развивается динамично. Мы смотрим будущее, ориентированное на экспорт. В настоящее время мы произвели первую поставку продукции, стерилизованной на Узбекистан в количестве почти 90 тонн. И ждем новых заказов от этой страны». В списке покупателей также Китай, Армения, Казахстан, Грузия и Азербайджан. Первое место у России – порядка 90% экспорта. Наши соседи ценят белорусскую молочку за верность традициям и умение находить золотую середину в сочетании старинных рецептов и современного технологического подхода. Подтверждение тому – сертификат на право маркировки товаров знаком «Натуральный продукт». «Такую маркировку может получить только продукция, которая прошла оценку соответствия требованиям стандартов в аккредитованных независимых лабораториях. Это соответствие гарантирует, что продукция, а также сырье и вспомогательные материалы, с использованием которых она была произведена, не содержат даже потенциально опасных компонентов». Белорусы подтверждают свой статус главных зарубежных поставщиков продуктов питания на рынок РФ на международной выставке «Продэкспо-2023» в Москве. Бабушкина Крынка становится лучшим предприятием года и лидером по количеству наград – 43 и все золотые. Диплом победителя и у Бобруйского филиала. Приза удостаиваются сразу два товара – ультрапастеризованное молоко и деревенский творог. И это как раз тот случай, когда по поводу непревзойденного вкуса действительно не спорят. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Всенародное обсуждение, первый блок и счастливый билет. Выпускники девятых классов будут сдавать четыре экзамена вместо трех, где посмотреть список вопросов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Опубликован проект политической партии «Белая Русь». На официальном сайте организации заработала и форма обратной связи с гражданами. Каждый сможет задать интересующие вопросы, внести предложения и пожелания. Их обязательно учтут при подготовке финального варианта программы. Народное обсуждение будет проходить в таком же формате, как и в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Россия на год отсрочила выплату кредита на БелАЭС. Займ в размере 10 миллиардов долларов был предоставлен нашей стране на строительство собственной атомной электростанции 12 лет назад. В энергосистему Беларуси первый блок включили в ноябре 2020-го. С того момента он выработал уже более 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 3 миллиардов кубометров природного газа. Пассивная в этом году начнется раньше обычного. Аграриям поставлена задача подготовить технику уже к началу марта. Сейчас активно проводятся ремонтные работы. Почти 90% тракторов и агрегатов уже дожидаются выхода в поре. В межсезонье Беларусь обеспечена сельхозпродукцией впрок. В специальные хранилища поступили более 144 тысяч тонн картофеля, других овощей и яблок. С 2023-го выпускники 9-х классов будут сдавать 4 экзамена вместо 3-х. К белорусскому, русскому и математике добавится история Беларуси. Всего 25 билетов. Каждый содержит два задания – теоретическое и практическое. Для подготовки к ответу учащимся отводится не более 30 минут. Список вопросов уже опубликован на национальном образовательном портале. Белавия изменила условия провоза спортивного снаряжения. Плата не взымается только за тарифы «Флекс» и «Бизнес». С марта войдется в 25 евро. Остальные – в два раза дороже. Вес одного комплекта не может превышать 23 килограмма. А габариты в сумме трех измерений должны составлять 210 сантиметров. С марта авиаперевозчик начал выполнять чартерные рейсы в Катар. По следам жутких аварий МВД и Минтранс усилили контроль за перевозчиками. Особое внимание водителям маршруток. Специалисты проверяют свидетельства о регистрации, страховой полис, техосмотр и предсменный медосмотр. Пресекают факты незаконного переоборудования машин. Некоторые в погоне за прибыль увеличивают число посадочных мест. Смотрят инспекторы и на наличие инерционных ремней. Ни одно нарушение не остается безнаказанным. Самое распространенное – превышение скорости. В отношении водителя составляются административные материалы по статье 18.13 КОАП Республики Беларусь за нарушение права перевозки пассажиров, по которой предусмотрена административная ответственность за первое нарушение, за первый раз, до четырех базовых величин. В случае повторного выявления нарушения предусмотрено до восьми базовых величин. Только за прошлый год в Могилевской области с участием маршруток произошло восемь аварий. Пострадали 14 человек. К ответственности привлечены 747 водителей. Драматическая коллизия. В Бабруйске показали премьеру комедии фарса «Наследники Рабурдена». Это постановка про семейную идиллию, царящую в доме пожилого буржуа, который потерял все свое состояние. Однако родственники не знают правды и надеются все-таки получить наследство. О вечной проблеме Ольга Васенда. В театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича пускай лучше зритель придет и все сам увидит. Комедия фарс. Я думаю, что все получат удовольствие. Мы на это надеемся. Мы ради этого работаем. Родственники Рабурдена считают, что дядюшка слаб, здоровьем и сказочно богат. Поэтому обхаживают его в надежде получить наследство и уже начинают делить несуществующие деньги. С трудностями помогает лишь одна крестница Шарлотта. Наши актеры вообще самые замечательные. Играют классно. Спектакль хороший. Стараемся ходить. Очень талантливые прям актеры. Играют, если учесть, что премьера, как правило. Но они волнуются. Первый раз проигрывают спектакль. Бывают какие-то ошибки. Но здесь прям просто молодцы. Нам очень нравится. Мы из города Нарафаминска, Московской области. Мы приехали и нас пригласили посмотреть ваш спектакль. Хорошая игра актеров. Декорации интересные. Сюжет вечный. Частью декорации становится репродукция картины фламандского художника Франца Снейдерса «Птичий концерт». Ведь наследники Робурдена словно хищные пернаты, слетаются в родовое гнездо. Жажда наживы превращает их в соперников, люто ненавидящих друг друга. При этом акцент не столько на внутренних переживаниях героев, сколько на внешней бытовой интриге. Материал не философский, не психологически глубокий. Это фарс. Мы приблизили, соединили наше время и то, потому что пьесе 129 лет, а ничего не изменилось с человечеством ни на секунду не произошло между взаимоотношениями родственников и деньгами. В основе пьеса французского писателя Эмиля Залям. Ближайшие показы спектакля – 5 и 18 марта. Комедия «Фарс» в двух актах. Продолжительность – 2 часа, плюс антракт. Цена билета – 7-10 рублей. Ольга Васенда, Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруиск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА